мы вообще-то очень заботимся об экологии. если вы иксбокса к телевизору подключали когда-нибудь, то сможете сделать такое на своей тачке. там чуть-чуть все вот пошаманить. хотелось пикапа поэкологичнее, но чтоб он остался пикапом. солнечная энергия это будущее. свет попадает на эту штуку и ну че тут происходит, ахалай махалай и вуаля у вас есть электричество. че, посмотреть как она работает? ну, предупреждаю, она не на сто процентов от солнца пашет. ну как, может 50 на 50 где-то, работаем над этим. по идее все в этой тачке работает на солнечной энергии, кроме двигателя, он у нас в общем-то дизельный. но только он и все. не, конечно, если прям докапываться, сразу скажу, на солнечной энергии работают только радио и поворотники. ну, левый поворотник, это долгая история. ну да, это самый большой двигатель из возможных, и да, он жрет соляру как в последний раз. и да, порой из него вытекает канистра другая масла, и куда они уходят? в землю. откуда берется масло? из земли. круговорот жизни, я перерабатываю. вижу, а че вы там строчите, а вы ж меня даже не знаете, это интервью окончено. я уезжаю на своем экологичном электромобиле !разрушительное ранчо перевод и озвучка с зеброй привет с разрушительного ранчо, со мной седня чед с келтека. как ты? сам как? да отлично, чед принес нам пистолетик. давай-ка ты нам о нем расскажи. я этого пистоля в первый раз вижу, и чед его только притащил, он новенький совсем. новое предложение от келтека, модель п50, келтек п50. завсегдата и ранчо наверняка слышали о такой компании, ведь мэтт, любитель необычного оружия, имеет в своем арсенале ружьек ССЖ с двумя трубчатыми магазинами, а также складной карабинчик саб 2000. а компания келтек как раз таки известна своими интересными дизайнами. между прочим, ружье и карабин были созданы Джорджем Келгреном, основателем келтека. а еще он разрабатывал пистолет-пулемет тег 9. дешевый, легкий, компактный, с магазином на 32 патрона, этот ствол регулярно использовался распоясавшимися уличными бандами и просто подонками, например, в массовом убийстве в школе колумбайн. благодаря этому в штатах тег 9 был одним из злейших врагов противников оружия. кучу раз его запрещали, и кучу раз компания-производитель вносила минимальные изменения, меняла название и вновь выкидывала его на рынок. и только в 2001 году, когда компания издохла, тег 9 пропал с рынка. благо у нас этот лютый экземпляр известен в основном по фильмам да видеоиграм. и кстати про игры, есть тут игрушка, в которую и поиграть можно, и призы получить. лордс мобайл. это топовая мобильная стратежка с 3д графикой и миллионами игроков по всему миру. здесь вы можете тренировать армию и качать героев, заключать союзы и уничтожать врагов. акцент делается на командной игре, правильном выборе войск и быстрой реакции во время боя. без смекалки и хорошей команды вы будете очень легкой мишенью. если же играть в хорошей гильдии и правильно формировать армию, то сможете побеждать даже противников, превосходящих вас числом. и теперь внимание, качайте игру по моей ссылке в описании, либо через qr-код на экране, чтобы гарантированно получить набор стоимостью в 350 долларов, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы качаете игру впервые. кроме того, качайте мощь по максимуму. если скачавших будет больше 800, то игрок, который прокачает замок до 15го уровня и на 10й день после выхода видео займет первое место в рейтинге мощи, получит 12й айфон. свой рейтинг мощи, а также количество скачавших можно увидеть на страничке акции. призы очень серьезные, поэтому смотрите в описании и качайте лорс мобайл прямо сейчас. и продолжим. д- у него идет магас фн п90 на 50 патронов. необычный ствол 241 мм. сверху планка пикотени, снизу тоже, если нацепить че-то захотишь. антабки быстросъемные. заряжается как аэрка. и это пистолет. д- да, пистолет. д- то есть, например, у пс 90 ствол 406 мм. стреляет она патронами 5 и 7 на 28, и это винтовка по длине ствола. а здесь ствол 230, 240, 241. и он считается пистолетом. крошечный по идее. но стреляет очень даже мощным калибром. да, он веселенький. ща увидите, отдача слабая, приятно стрелять, и патрон очень эффективный как для пистолета. я чуть уже поигрался с ним, но еще не стрелял. это магазин от пс 90. и вообще у меня в кармане есть заряженный. чед, подержишь? д- давай. д- значит, магазины от пс 90 необычные, потому что патроны в них расположены боком. и потом они поворачиваются для стрельбы в самом конце магазина. ну и здесь та же система. мага ставится вот сюда, защелкивается, и потом заряжаешь его как ар-15. и можно стрелять. шиза блин. д- а сколь стоит чед? д- рекомендованная розница 995 баксов, мы их только начали рассылать в ограниченном количестве. корона нас нехило прижала, так что сборочный цех изрядно поредел. но скоро все восстановим, наладим производство. д- и тут ствол с резьбой, для которого у нас кстати оказался глушитель, накинемка его. ну и конечно, как ты сказал, можно добавить коллиматор и прочие тактикульняшки.. на пикатиньку. фонарик там или сошки, если в короткосвольную винтовку переделать захотите, а я думаю это в общем будет несложно. мы же в америке! есть такое! д- значит, мы постреляем с этой штуки по этим вот солнечным панелям. у нас тут 22 панели от компании Мишн Солар. у них мы панели для офиса заказывали. и мы расстреляем их различными калибрами, включая 5,7 на 28 и посмотрим, насколько они пуль непробиваемые. это все панели не прошедшие контроль качества. то есть по прочности они такие же как рабочие, но их можно уничтожить, хотя это все равно печалька. нацепил коллиматора.. здесь вот предохранитель.. это.. видимо рычаг сброса магазина что ли? верно! пистолет весь раскрывается и магаз просто выпадает. попробуемка.. так, магаз пуст, открыли его, магазин выпал, новый внутрь, закрыли. и рука из перезарядки очень похожа на ар-15. точно. можно проверить заряжен патрон или нет. ну и патрон на месте, можно стрелять. кажись надо сказать тут свободный затвор. это значит надежно, стреляет мягенько. внутри две пружины, класс. а теперь выпроводим чеда и вернемся к разрушанча. давай взрывай. коннеш, спасибо тебе. такс, впервые сейчас стрелять буду.. посмотрим что он может.. о да.. очень слабая отдача. давайте быстро посмотрим как будет.. столько патронов.. вроде все? да.. случайно остановился и как раз патроны кончились.. такс.. теперь открываем его, новый магазин, фигак и готово. только надо помнить.. как с любым оружием, если патрон в патроннике.. как сейчас, вот я зарядил его.. то когда его открываешь.. патрон все равно в патроннике, хотя магаз уже у меня, патрончик сидит там заряженный. никак вроде не выстрелит, но в теории это небезопасно. особенно если стволом махать.. так что надо следить за своим стволом, куда его направляешь. так, патрон заряжен, готов стрелять. теперь мы глушитель нацепили. давайте проверим как он звучать будет.. ооо да.. я еще ремень же вам не показал. он вешается вот так. ты как бы с помощью натянутого ремня получаешь такой упор.. я его еще как пистолет же держал.. а можно так ремешка натянуть и добавить ему немного устойчивости.. афигенно! погнали, народ! я бы только хотел, чтобы у меня был такой же пистолька для второй руки.. и он есть! так, один у нас с глушителем.. а второй без.. ща в землю, чтобы вам разницу понять. я реально планировал выстрелить по три патрона, чтоб вы услышали разницу.. и понесло, извиняюсь. итак, у нас тут 22 панели. надо уже переходить к теме ролика, а не просто спускать магазы. значит 22 панели. это настоящие солнечные панели. видите, все они типичного сине-черного цвета. мы их чуток расставили, чтобы увидеть сколь панелей какая пуля пробьет. для начала будет 22 лонграйфл из винтовки генри. я без понятия чего ожидать. они по идее град держат, наверно очень прочные значит. то есть просто так они не должны трескаться или разбиваться, даже от ударов града. но пыль непробиваемые.. наверно нет, но мы выясним. я думаю 22 сможет пробить 4 панели, но не 5. а еще мы же их расставили, пытались найти чем их разделить и не нашли ничего лучше банок с краской. постараюсь не стрелять поверху. но если увидите плески зеленой краски, это оно, но попытаемся этого избежать. так, верхний правый угол, только пониже банок. кажись первую точно пробил. блеен. че.. да кучу их пробили. это закаленное стекло. слышите, оно до сих пор трескается. прикольно. одна, две.. дыра становится больше, смотрите, вот выходное, которое оставила 22ая. три.. еще больше дыра.. а ее не пробило. тут остановилось. пыталась пробить, но не смогла. ладно, че, разрушанчики. как всегда, есть у нав.. есть капибры побольше. так, разрушанчики, вопрос вам. у нас тут два патрона, 5 и 7 и 45 ацп. они очень разные, как вы видите. один толстенький и медленный, а второй мега быстрый малышок. какой из них пробьет больше панелей? если бы это был кусок кевлара, у патрона 5 и 7 было б намного больше шансов, потому что кевлар пробивает скорость. хотя вообще скорость все че угодно пробивает. но у нас тут несколько пластин, и я думаю эта большая и тяжелая пуля 45го сможет дальше пронести свой вес и импульс. скорость все где-то 300 метров в секунду, вес 230 гран. а тут 40 гран вес, а скорость 600 метров в секунду. я думаю она ударит в цель, быстрее потеряет скорость и пробьет меньше. ну не знаю на самом деле. пишите свои варианты в комментариях. сперва пальнем 45ым. а теперь выстрелим 5 и 7 и посмотрим, какой калибр пробил больше панелей. 45ый точно наверно победил. будто дождь по жестяной крыше детства напоминает. так, раз, два, три, четыре, пять. шесть. 45ая остановилась шесто..а вообще даже пробила шестую, цепанула седьмую, но она даже не треснула. и видать 5 и 7 зашла не так далеко. 5 и 7 раз, два, три, четыре.. и остановилась на пятой. четвертую пуля пробила, так что это лучше 22го, но таки хуже 45го. звук просто пипец. лады. ну что, давайте переходить к винтовкам, панели эти держатся лучше чем я ожидал. я думал 45ый разнесет тут нафиг половину. но нет, они крепенькие. ща пальнем латунной пулькой на 28грамм из этого келтека кс7. думал винтовку взять, но решил все таки сперва дробовиком. большой тяжелый патрон, энергии дофига, должен он улететь далеко. давайте посмотрим. йолы. град у нас со страуси на яйцо был, ребят. так, пробили первую. жеееесть. так, вам нужно это увидеть. дрень просто огромная. эт была вторая, дальше третья, пробита, четвертая, тоже пробита. пятая, шестая, седьмая, восьмая. и остановилась. кажется небольшие кусочки.. ну пыль по сути до девятой долетела. значит восьмая была последней с проникновением. пока что.. чем пуля тяжелее, тем больше пробивает. но я думаю, если взять винтовочный, да еще очень быстрый, сможем пробить еще больше. следующий у нас 308й. летит очень быстро, и пулька крупная и тяжелая. и стрелять будем тоже из келтека. не потому что они в гости приехали и я пытаюсь подлизаться.. нет конечно.. я бы и так с келтека стрелял. даже если б вы, ребят, не стояли за камерой. так, 308й, да, далеко ушел. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.. и на десятая остановилась. и сзади тут небольшой шишак, пуля пыталась пробить ее. вообще я крайне удивлен, что нужно всего десяток пластин, чтобы остановить 308ую. они тонюсенькие, на вид сантиметр три, но это только внешняя рамка. сами эти панели ооочень тонкие.. не знаю, миллиметра четыре или тип того.. прям тонкие, но останавливают большие калибры. кстати, о больших калибрах. 50ка бмг с черным носиком. потому что народ, я тут на проникновение настроен. стрелять буду прямо в середину. думаю, 50ка пробьет в сейх, даже не потому что это бронебойка, а просто барретт золотая. знам аж дело. стреляю! мое левое ушко не полностью закрыто было. и я терь слышу кое-чего вам не слышное. терь звук, как целая река. вот попадание. блиииин. я еще последний не смотрел, но давайтека раздвинем их пошире, чтоб вы увидели эту гигантскую дырищу. офигеть. считать походу не буду, вдруг все пробило. да не пробило. святы паныляты. ща их отодвину, чтоб вам последний показать. ща-то драматичней, чем я планировал. вот последняя.. а не, ее тоже пробило, причем парой кусков. видите, вышли они там у ноба. этой пластине вдарили. она потрескивает, значит сломана, но насквозь ее не пробило. и у нас остались одна, две, три, четыре панели. знал, что надо танка шерман купить. мы сегодня отлично повеселились с келтеками п50. вы знаете, я люблю такие пушки. уникальные, необычные, абсолютно в хлам нестандартные. единственная проблема.. я бы хотел что-то покруче, чем п50. например, п100. реально два пистолета вместе. да конечно такого не бывает. это эксклюзив разрушительного ранчо. спасибо за просмотр ранчо! люблю вас! и до встречи! все просто, одно правило у нас на ранчо! неизбежь! слово жене!